Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о наследстве. Кто имеет право на наследство в случае отсутствия завещания и какие действия необходимо предпринять, чтобы его получить? Для лучшего понимания законодательных норм рассмотрим следующий пример. Например, муж Марии погиб в автокатастрофе. Поскольку он не оставил завещания, его имущество и долги передадутся наследникам на основании так называемого наследования по закону. Согласно законодательству Республики Молдова, первыми, кто может претендовать на наследство, являются супруги и дети. Однако право наследования также принадлежит родителям, бабушкам и дедушкам, братьям, сестрам и внукам. Законодательство Республики Молдова ясно определяет пять очередей наследников, которые фактически определяют их порядок в списке лиц, имеющих право претендовать на наследство. В случае, если мы рассмотрим ситуацию Марии, то получим следующую картину. Супруге, то есть Марии, принадлежит 1,4 имущества бывшего супруга, а дети наследуют равные доли оставшегося имущества. В случае, если у супругов нет детей, Мария наследует 1,2 имущества умершего супруга, а его родителям, которые являются наследниками второй очереди, принадлежит оставшаяся часть имущества. Если родителей умершего нет в живых или они были лишены родительских прав, тогда братья и сестры умершего наследуют его имущество в равных долях. Если у умершего нет братьев и сестер, его имущество наследует в равных долях его бабушка и дедушка, которые являются наследниками по закону третьей очереди. Если бабушек и дедушек нет в живых, право наследования переходит к дядям, тетям, двоюродным братьям и сестрам и их детям. Согласно закону, дальние родственники умершего, если они живы, также имеют право наследования. Они являются наследниками четвертой очереди. Наследниками по закону пятой очереди являются более отдаленные родственники и их потомки. В случае, если умерший не имеет родственников и его супруг или супруга также не может наследовать по определенным причинам, наследником по закону становится государство. Чтобы вступить во владение наследством, наследники должны явиться к нотариусу со свидетельством о смерти родственника и с собственным свидетельством о рождении, в котором будет указана их родственная связь с умершим. В дальнейшем нотариус запрашивает другие документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, а также выписку из реестра недвижимости или другие документы о собственности. После проверки всех документов нотариус обязан выдать наследнику свидетельство о наследовании, подтверждающие его право на наследство. Если существует несколько наследников, в свидетельстве указывается доля наследования каждого наследника. До 2019 года закон предусматривал срок в 6 месяцев для принятия наследства. Теперь же, в случае, если законный наследник желает отказаться от наследства, он может это сделать в течение трех месяцев. После истечения этого срока наследство считается принятым. Внимание! Наследники принимают как имущество умершего, так и существующие на момент смерти долги. Мы не можем отказаться от долгов и принять только имущество. На сегодня все. Знайте свои права, чтобы быть максимально защищенными. Следите за нами на tvn.md, на нашей странице в Telegram, Facebook и Instagram. До скорой встречи!